Меловин отрепетировал свое выступление на Лиссабонской сцене. Совсем скоро здесь пройдет Евровидение 2018. Стало известно, какой реквизит он будет использовать в нацотборе. Рояль. И, конечно, не обойдется без огня. Недавно также 20-летний Одессит, представитель Украины на популярном конкурсе, презентовал свой клип на конкурсную песню. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А знаете ли, что уже проходит набор волонтерскую службу 9-го Одесского международного кинофестиваля? В гостях у нас Елена Кравченко, координатор волонтеров Одесского международного кинофестиваля, Мария Соруко, волонтеры, Анастасия Дубровина. Здравствуйте. 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 Волонтеры, которые год подряд. Я знаю, что вы координируете уже много лет и набираете волонтеров. Да, фестиваль в этом году 9 лет, а волонтерское движение в том виде, в том формате, в котором оно существует на фестивале, ему уже 7 лет будет. Какими должны быть волонтеры в кинофестивале? Ох, они должны быть прекрасными. Они должны обладать желанием работать и смотреть кино, а также быть очень интересными и коммуникабельными. Потому что, на самом деле, вся работа волонтера – это постоянное общение, общение со зрителями, общение с гостями фестиваля, общение друг с другом. Вообще волонтерская служба на фестивале – это 250 человек. Не только с Одессы, со всех уголков Украины. И не только с Украины, я знаю. Да, международные тоже есть. У нас есть небольшой ролик, давайте его посмотрим. Мы увидим там одну девочку, которая, по-моему, из Англии. Одна из Англии, вторая из Австралии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учусь в Киеве. Для меня Одесский международный фестиваль – это, в первую очередь, дорога. Дорога в будущее. Я Шура, я из Одессы. Фестиваль для меня – это чувствовать себя нужный. Спасибо, выход на боковые двери. Меня зовут Дарина, я из Чернигово, а фестиваль для меня – это эмоции, кино и магия. Меня зовут Саша, я из Бердянска. Волонтерство на фестивале – это невероятный опыт, который не получишь ни в одном институте мира. Девочки, а почему вы решили стать волонтерами? Ну, конкретно, у меня была такая мечта, я за полгода до этого переехала в Одессу, и мне хотелось… Было такое решение на год, и мне хотелось попробовать вот все самые одесские вещи, которые только возможны. Ничего более одесского, чем кинофестиваль, я вообще не представляла. Ну, и кино – это, в принципе, мое хобби и страсть. Поэтому, как только я помню эту ночь, когда открылась регистрация, я зарегистрировалась, то есть для меня это был способ и быть причастной к такому огромному кинофестивалю, и разнакомиться с местными одесситами, что я, собственно, и получила. Ну, и познакомиться, конечно же, с теми людьми, кто делает весь фестиваль, и актеры. Ну, то есть, как говорится, это бесценный опыт. Для меня, наверное, самым большим впечатлением это был приезд и очень шапочное знакомство с Лией Хиджаковой. Ну, вот, там ребята просто помладше в основном, и они там за Иденом Тернером бегали. Я не очень его понимаю. Вот, и, ну, у меня была вот Лия Хиджакова. Так что, ну, вот, это было для меня такое. Узнать город, узнать местных ребят, что я и получила. Для вас? Ну, я киноман, поэтому, наверное, первое для меня это было кино. А также мы вместе с подругой подали заявку, и для нас это был отличный способ провести как-то по-новому лето. Вот, и вообще, когда я видела, ну, все эти приготовления к фестивалю в прошлых годах, это так манило, это так все роскошно, и, ну, вот, просто меня туда тянуло. Вот, и я получила тоже море удовольствия. Я уже третий год вот буду подаваться на волонтерство, и это круто. Я знаю, что волонтерство дает дорогу в будущее. То есть это не просто приехали ребята, собрались, отработали какой-то период. Но я знаю, что есть перспектива, да, не просто поволонтерить, а еще и познакомиться и, возможно, построить свое будущее. Да, я когда рассказываю про то, чем же все-таки, чем грозит человеку жизнь после фестиваля, я все время говорю про три вещи. Первое, это, конечно же, знакомство. Это возможность познакомиться, найти контакт. Я вам расскажу сейчас историю маленькую. Конфликт в стране. У нас девочка из Донецка, у нас девочка из Львова. Их теперь не разлучить вообще. Это был такой вот какой-то показатель мотивационный. Да, первое знакомство. Второе, конечно же, когда ребята готовятся к фестивалю, у них есть три недели тренингов, они дружат друг с другом, они узнают, как устроен фестиваль, они понимают, как работает вся эта машина. У них, получается, они приобретают опыт, бесценный опыт и, в частности, познание себя. Потому что, вот как говорит Настя, да, она получила толчок, и куда она хочет двигаться дальше. Третье, что я тоже очень ценю вообще по отношению фестиваля к волонтерам, потому что фестиваль относится с огромным пиететом к ребятам, которые трудятся у него, это возможность вообще почувствовать себя нужным. Не просто наемным работникам, еще и без денег, бесплатно, и вот непонятно как, пять часов поработал. Нет, ребята получают огромную мотивацию в том, что они нужны. Без их задействования не получится вот той атмосферы, которую они передают своими улыбками и заинтересованностью. Без них не получится само общение с гостями, потому что... И вот уходя с фестиваля, я знаю, что каждый из них чувствует, что он не зря провел это лето. И кроме того, конечно же, если ребята приходят к нам через год, через два года, вот как Маша, я спрашиваю у них, вы хотите от этого года что? Вы хотите потусить, попроверять бейджи, поулыбаться гостям, повеселиться и подружить? Или же вы хотите работать? И сколько вот, семь лет волонтерскому движению, в основном, в команду фестиваля и во время фестиваля, и во время подготовки идут ребята, которые вот уже проверены в боях? И хотят работать. Но на самом деле, мне кажется, там такая работа, что нужно и тусить, и знакомиться, и их прекрасно проводить время. То есть одно другому совершенно не мешает. Знаете, я хотела задать вопрос где-то в конце программы, но вот не могу просто удержаться. Сложно ли со звездами? Капризные ли они, когда приезжают? Я однажды снимала открытие фестиваля и выпала прямо на красную дорожку, прямо к Ротгеру Хауру. И к голливудскому актеру, да, и вот так вот стояла, кивала, и он оказался очень простым человеком. Хотя, казалось бы, звезда из Голливуда. Сложно ли вот волонтерам, потому что они не просто выпадают на красную дорожку, а они с ними постоянно общаются. Мне кажется, что это основная мотивация еще у ребят, которые приходят, конечно же, прикоснуться вот к миру кино, посмотрели, там взять автограф. Вы знаете, на мой взгляд, не было ни одного какого-то конфликтного момента между звездой и волонтером, потому что ребята очень четко понимают, что они лицо фестиваля. Они те, кого, кто с первых шагов фестиваль представляет. И поэтому, в принципе, у них отношение к звездам, к гостям. И у звезд, вы знаете, вот, когда я наблюдаю, как ребята тусят в окружении на фестивальной площади, обступив Эйдана Тернера и Эльдара Нарановский, я понимаю, что все в порядке. А вот у девчонок можно спросить, насколько сложно им было, кого не видели, и как вообще происходило. Как вам, да, действительно, как происходило общение со звездами такой величины просто. Что сложно даже представить, что они приехали в Одессу на кинофестиваль. То есть это говорит о статусе фестиваля. Ну, то, что вот там про Лия Хиджакова, она просто супер милейшая бабуленька. Вот прям она такая классная. Она ниже меня, я невысокая. Она вообще... Вот это запомнилось. Да, она вышла с фильма чуть раньше, и вот она там критиковала. И так вот, я прям свою бабушку в ней точно узнала. Вот, и Эйден Тернер... Молодость, потерпим. Так, так. Усаживала на закрытии, когда был кинопоказ, и он супер милейший, потому что говорит, ой, а я, не знаю, потерял свой билет, куда мне сесть? И я говорю, честно, вы можете сесть куда угодно. Присядьте рядом. Вы? Со мной учись. Садитесь, я заняла вам место. Я вас научу. В общем, милейшие все, с кем я сталкивалась, были очень приятны в общении. Ну, я была в команде поклонников Эйдена Тернера, которые просто... Мы переписывали в чате, он там, он там, мы за ним следили, потому что автограф — это была просто цель того дня, получить от него. Это был в первый год моего фестиваля, во второй год я волонтерила в отеле, где он жил. И поэтому даже, да, получалось чуть-чуть пообщаться. И во втором автографе я сказала, говорю, я в прошлом году вас тоже брала, и он мне написал, типа, nice to meet you again. Очень было так приятно. О, nice to meet you again. На самом деле, я могу сказать, что мне кажется, вот благодаря фестивалю, благодаря конкурсным фильмам зарождаются новые звезды, потому что позапрошлым году я была в восторге от фильма «Смерть от смерти» и просто получить автограф от режиссера, вот я просто влюбилась и в фильм, и режиссер меня восхитил, и главный герой, мы просто, мы все их обступали. Они как бы, ну, были в шоке от такого внимания, потому что, ну, вот, зарождали звезды вот сразу на фестивале. Это сильно очень здорово. Я так понимаю, что сейчас список гостей и программа, она только утверждается, да, она только собирается, но первым делом мы говорим о команде, которая нужна, которая будет это все сопровождать. То есть мы говорим о волонтерах. Уже открыт набор? С 1 февраля набор открыт. Для того, чтобы стать волонтером кинофестиваля, достаточно всего лишь зайти на сайт Одесского кинофестиваля, открыть страничку «Волонтеры» и запомнить форму. 25 мая мы заканчиваем прием заявок. Это приблизительно 600-800 заявок каждый год приходят нам. И потом я уже точечно обзваниваю ребят, договариваюсь с ними на собеседование, я рассказываю им, что их ждет на фестивале, уточняю, готовы ли они к такой работе, к стрессу... Все ли у них в порядке со стрессоустойчивостью, потому что общение с людьми, это, да, это очень серьезно. Готовы ли они провести месяц, лето на фестивале, так как фестиваль лица сам 9 дней, а плюс у нас есть еще 3 недели... Подготовки, безусловно. Да, потому что это все-таки команда, это команда личности, и всех их надо понять, понять, кто на что способен, понять, кто с кем сдружился, понять, как распределить их ответственность во время фестиваля. Ну и, конечно же, сделать таким образом, чтобы они узнавали друг друга и по именам, и понимали вообще, с кем им работать, и держались все время вместе, и несли ответственность и друг за друга, равно как и за работу, порученную им. Вот, и к 22 числа мы начинаем наши тренинги, а до этого мы беседуем с ребятами на интервью и рассказываем, что же нас ждет этим летом. И если мы оба на берегу согласны на то, что проведем это лето вместе, мы идем дальше. То есть все лето мы все равно говорим не о 9-дневной работе, да? Ну, неизвестно, какие звезды. Может быть, уже есть какой-то секретик? Нет. Мне кажется, мы бы просто могли сейчас, знаете, если бы сказали там кого-нибудь, Мадонны, не знаю, Гай Речи прилетит, может быть, конечно, сразу вы получили бы... Сколько там обычно присылают? 600-700? 600-800, да. Тысяч. Ну, на самом деле, конечно, это я все шучу. Я понимаю, что нужно определенное количество. Давайте напомним, какое количество вы будете отбирать, там будете проводить тимбилдинг, всякие мероприятия, да, и какие привилегии, потому что мы говорим работа, 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 работа. Какие привилегии у волонтеров? Наш день волонтерский во время фестиваля, он разбит на три смены. Так как законодательство Украины предусматривает, что волонтеры работают по пять часов, ребята работают по пять часов, и поэтому, отработав свою смену, их бейджик, волонтерский приравнивается к бейджику гостя, да, и с этим бейджем они имеют доступ ко всем киносеансам. И возможность пообщаться с любыми звездами. Девочки, да? Ну, а тяжело устаете вообще? Все-таки, вот я видела там даже в ролике, там парень на ходу кушал. Ну, устаешь больше от того, что ты в 10 утра, ну, вот у меня всегда так выпадало два года, что были вечерние смены, вот, в первый год я еще работала, к тому же, я посмотрела фильмы буквально там суббота-воскресенье, все остальное время я работала до шести вечера и бежала волонтерить. И да, оно стоило того, потому что ты же не один стоишь там на этих дверях, а стоишь с кем-то, вы знакомитесь, вы сдруживаетесь, вы проводите это время, ну, время, пока сеанс злится вместе. Вот, в прошлом году я просто, сейчас в 10 утра на всех киносеансах, потому что тоже где-то около 20 картин я посмотрела за все это время, и сначала фильмы, потом работа. То есть, даже если, я так поняла, что даже если не ваша смена, вы все равно посещали все показы и... По возможности, да. В удовольствие их просто смотрели, так? Да, я вам больше скажу, ночью мы еще идем гулять, поэтому у нас просто нон-стоп. Той же командой мы собираемся, идем на море, и потом все вот так по кругу удивление. Ну и опять же, если человек, который работает, не смотрит кино, о чем он будет со зрителями разговаривать? А все-таки работа волонтера это в первую очередь коммуникация. И нужно смотреть фильмы, правда? Обязательно. То есть, это обязательная программа будет немножко в курсе нашей кинематографической жизни. Мы ждем вас еще у нас, когда будет известна программа. Естественно, я приглашаю вас для того, чтобы вы рассказали, поговорили и о звездах, и о показах, которые будут, и о тех людях, которые создают кино и в Украине. Я знаю, что будет представлена украинская программа, и Одесситы наверняка тоже будут. В общем, со всеми секретами к нам. Хорошо? Хорошо. А пока давайте напомним, где можно еще заполнить волонтерскую заявку для всех желающих. сайт Одесского кинофестиваля, страничка «Волонтерам». Заполняйте форму и вперед. И, как сказала одна из волонтеров кинофестиваля, друзья, волонтерство — это не бесплатно. Волонтерство — это бесценно. Так и есть. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Напоминаю, у нас в гостях Елена Кравченко, координатор волонтеров Одесского международного кинофестиваля, Мария Сорока и Анастасия Дубровина. Волонтеры с многолетним стажем волонтерства. Это был дневной эфир седьмого телеканала. В суде провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго.